Власть открыта к диалогу. Более ста человек пришли на встречу с руководством Щелковского района в сельском поселении Анискинское, чтобы задать вопрос или сообщить о проблеме. Уже давно не секрет, что такие мероприятия проходят традиционно. Вот и одна встреча в Анискинском уже проводилась. Настала очередь второй. Есть вопросы, которые необходимо решать. Я думаю, что вместе с вами в этом диалоге мы сегодня и найдем решение, и ответим на ваши вопросы. Спасибо вам за то, что вы пришли. Каждый кусочек территории России должен, конечно же, быть ухожен, в том числе и сельское поселение Анискинское. Для этого должна работать и местная власть, и мы, соответственно, с программами, которые формируем и на областном уровне, и на районном уровне, и на местном уровне, будем сделать все возможное для того, чтобы комфорт проживания повышался. Среди тем волнующих местных жителей строительство социальных объектов поселения и сейчас ни один микрорайон не может быть сдан без соответствующей социальной инфраструктуры. Но как быть с теми, кто уже построил дома без соцобъектов? Выход один поселению. Необходимо войти в региональную программу строительства школ. У нас также очень остро стоит вопрос с дорогами, потому что пробки немоверные, столько сейчас застроек. И со школой. У нас, например, в том году сбежало 11 человек учителей в августе. Уволились, убежали. Рядом школы, все заполнены. К сожалению, мы здесь видим, что дома растут, детские сады не строятся, школы не строятся. Поэтому и это будет регулироваться губернатором. Соответственно, уверен, что высокоэффективный Олег Юрьевич войдет в программу государственную, и мы ему в этом поможем. Волнует население и состояние действующей школы в поселке Биокомбината. Часть помещений общеобразовательного учреждения нуждается в ремонте. Работы планируется произвести к новому учебному году. В рамках подготовки к новому учебному году 800 тысяч выделено. Также из муниципального бюджета выделено 233 тысячи. И из областного бюджета выделено 500 тысяч рублей. То есть из трех источников мы получили необходимую сумму для ремонта кровель, которые текут, для косметического ремонта внутренних помещений. Составлен подробнейший план ремонтных работ. Как вы и озвучили, совершенно правильно, к новому учебному году они будут завершены. Говорили и о строительстве. На встрече задали вопрос дольщики ЖК Аницкина. Компания «Оргстроинвест» приостановила работу на стройке из-за сложной экономической ситуации, что, естественно, может сказаться на сроках сдачи домов в эксплуатацию. По договору в сентябре должны уже сдать комплекс. Стоят два дома и несколько скелетиков, как мы их называем. По вашему вопросу мы будем держать контроль. Вам пока ждать. Он на данный момент получил срок. За этот срок он должен получить кредит. Не получит кредит. Мы выносим его на правительство Московской области, признаем проблемным и убираем его с этого строительства. Отдаем другому и он достроит. Также на встрече поднимались темы здравоохранения, ремонта дорожного покрытия, установки новых детских площадок и другие. Участники мероприятия стремились задавать вопросы, участвовали в диалоге, тем самым выражая активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родного края. В целом встреча прошла эффективно, несмотря на то, что непонятно почему агрессивно настроенная группа жителей пыталась внести деструктив и помешать диалогу. Прямая связь, вот такая непосредственно в лицу, тоже дает свой результат. Мы участники древого строительства ЖК Нискина. Мы вообще не можем до застройщика достучаться. Те ответы, которые мы получаем, они как пустые слова. А здесь мы хотя бы услышали, что наш вопрос на контроле у исполнительной власти, появилась какая-то надежда. Мы, депутаты низовые, к сожалению, не все проблемы мы можем решить на уровне поселения. Поэтому такие встречи обязательно нужны. Дарья Соснегова, Валерий Жегле, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова